Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Все эти инвестиции, с которыми к нам обращаются и какие площадки мы готовим, нам надо это продвижать. Инвестиционный климат резко потеплел. Анапа в три раза улучшила показатели по привлекательности для инвестпроектов. Экономику края обсудили на губернаторском селекторе. Приехали в Анапу и в город-курорт Анапы надо сфотографироваться обязательно. Больше цвета, света и оригинальных форм. На курорте появились новые яркие достопримечательности и по совместительству фотозоны. Когда дома и стены помогают, анапские футболисты почти в сухую разгромили соперников из Таницы Раевской. Сразу на 16 мест поднялась Анапа в краевом рейтинге по благоприятности инвестиционного климата. Итоги подвелись сегодня на совещание. Провел его губернатор Кубань Вениамин Кондратьев. По словам главы Анапы Юрия Полякова, от реализации инвестиционных проектов на курорте в итоге зависит комфорт и благосостояние всех анапчан. Майские указы президента нужно выполнять. А чтобы их выполнить, нужны просто намрастные деньги. А деньги, я еще раз подчеркиваю, конечно, нужно уметь зарабатывать. И создавать условия для тех, кто будет строить предприятия, новые предприятия. Или модернизировать старые предприятия. В общероссийском рейтинге Краснодарский край поднялся с седьмого на шестую строчку. Он формируется как из объективной статистики, так и результата вопросов предпринимателей. Они показали, что за год значительно сократилось число проверок, а дополнительные документы стали запрашивать в два раза реже. Год назад уже внутри региона сформировали первый рейтинг инвестиционной привлекательности муниципалитетов. Анапа оказалась на 24-м месте. В этом году на 8-м. Мощный рывок сразу на 16 пунктов вверх. Конечно, инвестиции это то самое основное, которое поддерживает муниципалитет и поддерживает всех нас. И вот, наверное, не случайно мы там приподнялись, да, на какой-то, а процент. Вот чем лучше будем работать, тем легче будет здесь находиться всем и жить здесь будет всем жителям. Это я говорю точно. Все эти инвестиции, с которыми к нам обращаются и какие площадки мы готовим, нам надо это продвигать. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, среди инвестиционных соглашений не должно быть мертвых душ. Нужны результаты в виде налоговых поступлений и рабочих мест. В администрации Анапы отмечают, что подъем в рейтинге связан именно с реализованными проектами. Среди них реконструкция винзаводов СУКО, закладка яблоневого сада интенсивного типа. В пересчете все проекты вместе – это более 100 миллионов рублей в год в виде налогов и около 300 рабочих мест. На сегодняшний день команда мэра Анапы сопровождает 19 инвестпроектов на общую сумму более 40 миллиардов рублей. При этом есть и выбывшие. На краевом уровне отмечают, что одна из проблем – недооценка инвесторами своих возможностей, а также дефицит электроэнергии. Губернатор настаивает – энергетики сами должны быть инвесторами, поспевающими за развитием экономики. В Анапе отношения муниципалитета и энергетиков можно назвать конструктивными. Постепенно идет замена оборудования, в том числе установка более мощных трансформаторов на подстанциях. Но глава города требует наращивать темпы работ. Ведь уже есть и потенциальный инвестор, чтобы возобновить производство на птицефабрике Витязевская, а в Виноградном крупный отраслевой игрок занимается высадкой молодой лозы. Когда урожай достигнет определенного объема, планируется перезапустить местный винзавод. Речь идет в общей сложности более чем о тысяче рабочих мест. Даже без учета курортной инфраструктуры у Анапы есть все возможности, чтобы занять еще более высокое место в краевом инвестиционном рейтинге. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Перекресток улиц Крымская и Крестьянская заиграл яркими красками. Там установили новую стелу взамен уничтоженной нерадивым автомобилистам. Гостям вернули одно из любимых мест для памятных фотографий. Первые желающие запечатлеться возле стелы появились, когда работы еще были в самом разгаре. Новый архитектурный объект оценила и глава города Юрий Поляков. Главная опорная конструкция. Вокруг нее строители развернут красочную историю о любви к морю. Проект предоставлен городским управлением архитектуры. Основной материал – пластик. Конструкция сравнительно легкая, а с включенными светодиодами будет и вовсе воздушной, как бы стремящейся вверх. Светодиодные кластера, светодиодная линейка «Бегущий огонь», стробоскопы. Все то, что есть сейчас на рынке, мы старались подобрать самое лучшее. Основной эффект того, что мы добивались, чтобы это было созвучно кольцам по Сиферопольскому шоссе, то есть у нее будет хорошая динамика управляемая, программа уже написана. Эффект будет перетекание с нижних колец на верхний по буквам и уходить наверх по сердцам к чайкам. Глава города оценивает качество работ. Сама пластиковая конструкция долговечная. Современные светодиоды также выносливы. Производитель дает гарантию три года. Пленка под анапским солнцем должна сохранять свет минимум пять лет. После этого ее легко можно будет заменить. По ветровой нагрузке мы посмотрели. Все четко, все нормально. Я вижу, а приподнял ты ее, то есть если в случае еще какой-то негодяй залетит на нее, то хоть ударится обниз, не обверт. Я видите, как обвариваю. Я уже с учетом этого. Я сейчас нет, я хочу пойти посмотреть, как это делается, короб. Предыдущую конструкцию разрушил лихач на автомобиле. Униципалитет подал в суд, однако ущерб взыскивать долго. А стела нужна уже сегодня. Стела красивая, соответствует нашему городу. Курорту привлекает внимание море, чайки, я думаю, световое оформление. Вечером мы все это увидим. Жанна Ермолина и Надежда Сидорова приехали из рабочего поселка Коноша Архангельской области. Первый кадр сделали на фоне вокзала. Планируют и дальше фотографироваться в знаковых местах. Мы просто стараемся сфотографироваться, потому что неизвестно, подъедем мы сюда еще или нет. Так как мы отдыхаем сукок и решили... Мы приехали в Анапу и город-курорт Анапы, надо сфотографироваться обязательно. Будет симпатично. Я думаю, что если доделается все, как вы сказали, значит будет очень красиво. Очень красиво. И сейчас неплохо. В муниципалитете делают ставку на малые архитектурные формы. Такие своеобразные визитные карточки в том числе формируют имидж курорта. Эта стелла уже третья по счету. Не так давно въездные группы обновили со стороны Крымского района и города Героя Новороссийска. Работа завершается уже в сумерках, когда виден окончательный результат. Это не все краски, которыми заиграет стелла. Еще идут пусконаладочные работы. В ближайшие дни по поручению главы города городские службы благоустроят прилегающую территорию. Александр, Ребекка, Руслан Душевский, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Добавили цветы и на главной набережной курорта. Там установили яркие скамейки с карандашами. Яркие скамейки, символизирующие город детства, пришлись по душе туристам. Точно такие же ранее установили возле цветочных часов. Таким образом выполняется поручение главы города создавать на курорте различные малые архитектурные формы, которые будут радовать анапчан и отдыхающих, а может и станут своеобразными достопримечательностями курорта. Центральная набережная, она как бы у нас творческая. Там много художников, которые показывают свое творчество. Мы решили отойти от этих уже приевшихся диванов, что-то сделать эксклюзивное, творческое. Вот определили, сделали карандаши. Мне кажется, хорошо смотрится. Всего на набережной установили четыре такие лавочки. Однако работа над обликом курорта не заканчивается. Подобные оригинальные объекты должны появиться в других частях города. Чистить русло речки Анапки не по графику, а по необходимости. Такую задачу поставил глава города перед муниципальным предприятием объединения курортных услуг. Это касается не только мусора, но и зарослей камыша. Его необходимо своевременно выкашивать, так как растение доставляет много серьезных проблем. Вырубка камыша – мера необходимая. Растение плотно забивает водоем и препятствует нормальному оттоку ливневых вод. Кроме того, в нем скапливается мусор, размножаются насекомые. А в жаркую погоду сухие заросли и вовсе пожароопасны. Предприятие «Мупаку» наводит здесь порядки каждые две недели. Но летом молодая поросль быстро поднимается. Юрий Поляков ставит задачу выходить за рамки привычного графика. Еще надо делать, чтобы камыша я там не видел. Вдоль берегов все это спилить и убрать это все оттуда. Так мотокосами и вручную вырубаются плотные стебли. Уборка камыша во внутреннем кольце – самый сложный этап работы. К зарослям приходится подбираться с воды. Достаточно трудоемкий и следующий этап – все спиленные растения необходимо достать из водоема и утилизировать. Проводится это потому, что забивается русло этими камышами, забивается мусором, который дождями приносит и тому подобное. Соответственно, мы чистили это раз в две недели, но по поручению главы будем мы это делать чаще. Вместе с камышом убирают и мусор. Его постоянно сюда прибивает течением. В эти дни здесь планируется очистить всю прибрежную полосу. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. Перекресток Козовская-Маяковского стал безопаснее. Там появились пешеходные переходы. С этой просьбой жители обратились к депутату округа Алексею Аксенову. Народный избранник в долгий ящик вопроса откладывать не стал. Совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства работы были выполнены в короткие сроки. По словам местных жителей, на этом нерегулируемом перекрестке часто случаются аварии. Летом трудно перейти дорогу из-за большого потока машин. Начинает машина разгоняться от Голубца и с ревом пролетает вот этот перекресток и тормозят возле Ленина. Поэтому у нас и очень часто происходят аварии, особенно в летний период. Решение вопроса было одобрено комиссией по безопасности дорожного движения. Специалисты муниципального предприятия «Ремстрой» выполнили работы. Средства на материалы и краску выделил депутат. Мы поставили с управлением ЖКХ знаки пешеходного перехода. Также были выделены средства на материалы по поводу покраски зебры. И мы сделали так, чтобы пешеходные дорожки также сделаны были управлением ЖКХ. То есть отработали эту ситуацию с администрацией. В этот же день инициативная группа жителей вышла на перекресток, чтобы оценить работу. Теперь водители транспортных средств сбрасывают здесь скорость, ориентируясь на знаки. Благодаря нашему депутату Аксюнову Алексею Александровичу, мы очень благодарны ему за его труд, за внимание, за то, что мы к нему обращаемся и он выполняет наши просьбы. Также жители попросили установить здесь лежачие полицейские. Целесообразность и возможность рассмотрят на комиссии. Анапские хлеборобы собрали почти 50 тонн озимой пшеницы на площади свыше 9 тысяч гектаров. Уборка зерновых в крае завершена. В этом году урожай рекордный. Всего в Закрама-Кубани отправилось более 10 миллионов тонн зерна. В Анапе средняя урожайность составила 54 центнера с гектара. Всего анапские аграрии собрали более 56 тонн зерновых, колоссовых и зернобобовых культур. Несмотря на непростые погодные условия, фермерам удалось в срок завершить уборку. Лидеры уборочной страды ОПХ Анапы и крестьянско-фермерское хозяйство Пилоса Закаряна. Глава города Юрий Поляков поблагодарил анапских хлеборобов за старание и нелегкий ежедневный труд. Анапы, несмотря на курортную направленность, всегда вносят весомый вклад в общую копилку кубанского урожая. Нешуточные баталии разыгрались на стадионе «Спартак». Футбольный клуб Анапы принимал команду из станицы Раевская. Она считается одной из самых сильных в крае. Матч получился зрелищным и весьма непредсказуемым. Подробности в сюжете. Эта знаковая встреча прошла в рамках турнира на Кубок губернатора Краснодарского края. На поле две сильнейших команды. На трибунах преданные болельщики. С первых минут футболисты из Раевской взяли очень высокий темп, буквально навязывая игру анапчанам. Борьба проходила в основном у наших ворот. Защитники не успевают помогать воротарю и соперникам удается забить мяч. Но это будет первый и последний гол гостей. Дальше хозяева поля берут игру в свои руки. Итог первого тайма 2-1 в нашу пользу. В перерыве тренер команды Роман Наганьян дает установку не расслабляться и держать оборону. В итоге анапчане не только не подпускают соперников к воротам, но и забивают еще один гол. Счет 3-1. Казалось бы, уже можно и расслабиться. Победа почти в кармане. Но на последних минутах игры настоящий сюрприз преподнес анапский футболист Георгий Стафеонов. Прорвав линию защиты, он забивает еще один мяч. Увидел отскок, перехватил мяч, сместился в край. Вижу, что они один в один, я остался с игроком. Сместился в центр, посмотрел, где стоит вратарь и спокойно покатил в угол. Многочисленные атаки игроков из Раевской успеха не принесли. После финального свистка счет остается неизменным. 4-1. Команда Анапы одерживает уверенную победу над весьма серьезным соперником. Мы знали, что соперник укомплектован, сильный соперник, можно сказать, без слабых мест. Ребята все поигравшие, даже в премьер-лигах. Поэтому мы сразу взяли оборонительную тактику и ждали свои моменты. И ребята выложились полностью и выполнили установку и сделали результат. Я им за это благодарен, они большие молодцы. Все, что мы отрабатывали на тренировках, они выполнили. Авторами голов в этой игре стали Карен Хачатриан, Анатолий Бакланов, Георгий Мусайлян и Юрий Стафионов. Уже в это воскресенье футбольный клуб Анапа встретится с командой «Флайт» из Протички. Руслан Душевский. Анапа. Регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего 1500 рублей. «Витязь», «Анапа», «Самбурово», 254. Мы делаем спорт доступным.